Пять выводов из книги НЛП «Переговоры». Вовлекать, располагать, убеждать три важные буквы в общении. Речь о техниках НЛП. Они помогают нам вести успешные переговоры, легко проходить собеседование и даже продавать, стоит только им научиться. А что, если я скажу, что автор книги НЛП «Переговоры»? Вовлекать, располагать, убеждать Джереме Лазарус поможет еще и в постановке целей. Тебе не придется тратить на прочтение всей книги свое драгоценное время, ведь уже достал из нее пять главных выводов без воды. Теперь ты можешь прослушать книгу за пять минут и потратить сэкономленное время на что-то важное. Калибровка через угол зрения. Звучит сложно? Сейчас объясню. Каждый человек воспринимает информацию через зрение, слух или чувство. Например, если слышишь что-то вроде «я ощущаю, что…», «я часто чувствую, сейчас я испытываю…», человек чаще использует глаголы «чувство». Чтобы быть собеседником на одной волне, следи за тем, как он говорит, и подстраивай свою речь под него. Но не с целью манипулировать, а чтобы создать комфортную обстановку для общения. Еще в этом хорошо помогает способ встать на сторону слушателя из разбора книги «Искусство объяснять. Почитай». Рефрейминг. Задавай собеседнику открытые вопросы. Ага, еще одно заумное словечко. Рефрейминг – это перестройка мышления, избавляющая от шаблонных мыслей. Давай разберем на примере. Представь, как друг рассказывает тебе о своих трудностях. То зарплату задерживают, то жена пилит без конца. Ты слушаешь его внимательно, а потом через минуту спрашиваешь, а в чем проблема? Этот вопрос дает понять, что именно мешает перешагнуть через трудности и открывает новые возможности. В чем проблема уйти с работы, которая не приносит должного дохода? В чем проблема уйти от человека, который приносит негативные эмоции? Так в чем проблема? Ответы найдутся быстрее, чем ты думаешь. Вход в ресурсное состояние через стоп-музыку. Ты слушаешь музыку за работой. Рок, классика или рэп – каждому свое. Но главная ошибка – это слушать одну и ту же музыку во время работы и отдыха. Важно разделять песни для труда и для релакса. В момент, когда ты делаешь паузу от работы, жми на паузу и в плейлисте, либо переключай трек. Дай своему мозгу сигнал отдохнуть. Более продвинутый способ ставить цели. Представь во всех красках, какой вкус или запах ты будешь ощущать при достижении заветной цели. Представляй даже самые мелкие детали. Настрой свой мозг так, будто ты уже получил то, чего хочешь. Чем глубже ты погрузишься в свои чувства, тем быстрее и легче дойдешь до результата. Попробуй, чем больше значит для тебя цель, тем сильнее мотивация. Заметь, это не значит, что цель должна быть гигантской. Думай не о шикарных машинах и небоскребах, а о том, что принесет тебе максимальное удовольствие и или пользу. Перед тем, как определиться с целью, подумай, как много плюсов принесет тебе ее достижения. Насколько они для тебя значимы? Немного поразмышляй, а уже потом ищи самые приоритетные цели и действуй.